у привет всем ребятки с 1 мая с праздниками сегодня офигенный выпуск досматривайте до конца лайкосики не забывайте погнали для маринада берем лук соль и перец самое важное конечно это лук много лука его надо прям вот так вот такая красота у нас получилось закрываем и убираем тромбанули у нас здесь еще огромное количество овощей кабачки баклажаны в общем все как обычно это уже будем мариновать завтра и отправляться все это дело готовить мы идем с дедушкой уже место занять мирошки удочка пока не досталось мы решили через магазин сделан и ему тоже удочку купим вон маленький рыбачок и рыбачок иди выбирай дедушкой самую маленькую самую скромненькую миросечки мирошек у деда куб покупает мирошка к тебе деда купил спасибо скажи фу прием эти тяжеленные пакеты я предложил на машине подъехать туда все отказались почему-то грит так понесем в общем у нас здесь район а вот здесь вот лес и там в лесу есть озеро даже с рыбкой смысл в том то что представляете мы вообще ни разу там не были и вот как-то родители недавно сходили где-то прикольно сходить на шашлыки игрок ну вот в мае и пойдем фух осталось только дорогу перейти разгон пофигеть осталось упасть только да вчера прикиньте люди вот просто вообще тупо вот так в лесу сидели мест вообще нигде не было мы дошли бабушка с дедушкой купили удочки парням и мирошки взяли короче кажется по удочке вот пруд такой небольшой но очень комфортный на той стороне тень смотрите здесь круто на самом деле сделано огромное количество мест для отдыха люди уже подходят учитывая что сейчас 11 утра прикиньте поэтому тоже пораньше где-нибудь часу здесь вот сядем и здесь будем здесь стать еще есть стационарные мангалы но у нас есть свой между прочим новый сейчас я вам его очень позже покажу немножко расскажу про него какой он классный сейчас идем за второй партией взять напитки стол стулья но это все из машины и возвращаемся уже обустраивать наше сегодняшнее место отдыха из машины нужно тоже куча всего забрать стулья например стол вот это здоровенный девчонки еще попросили шатер взять мы с ним действительно будет покомфортней мы когда занимались магазином одежды на стенке запускали мы на садоводе купили такую тележку чтобы эти баулы возить мы сейчас все на нее сложим и воспользуемся и современный выезд на отдых должен выглядеть вот именно вот так вот и никак иначе какие могут быть машины авто дома вот так вот телегу взяли загрузили и пошли парни раскладывают уже свои стулья фу докатились хорошо сейчас надо все это дело единственно видите расчехлять ох я чуть не ушла давайте стол пацаны тоже ваша задача это шатер спонсором сегодняшней гулянки и первого отдыха является наш любимый магазин родлайк настен нам с родлайком надо уже клеймом нам повешать амбассадора как тебе кажется точно в общем у нас магазина новиночки смотрите это наш новый мангал кто не знает нашу историю мангальную так мы еще в девятнадцатом году в начале нашего пути мы купили мангал который с нами все эти года путешествовал вот в турции когда мы ехали на машине мы оставили его на ночь а дворник пришел который убирает все дело и выкинул наш мангал мы так подумали что да и правильно сделал в итоге сегодня распаковываем новинку настенка очень хотела такой пледик на землю вот родлайк тоже отправил нам пледик лови распаковывай романтика пикниковая сторона вторая как раз которой земле вот я думал что тряпочная будет а вот нет все наш новый дружок вот красота кайф заключается этого мангала в том то что это не просто чехол это и есть сам мангал посмотрите как это все удобно организовано металлическая ручка с этой стороны ножки на которой выставляется мангал вот так вот хоп для устойчивости клепку срываем открываем получается устанавливается вот это вот штуковина где будут лежать сами угли все пробивается так и сверху уже ложится непосредственно вот это вот решетка слушайте ну смотрится конечно очень очень круто сейчас будем засыпать сюда угли вы пробовать его в деле чё там ждешь сейчас дедушка сделает удочки будете вот вы знаете у нас тоже есть вот эта культура отдыхать выбираться вот на природу но у нас не организованы вот эти все общественные места место классное а туалетов нету и вот я понимаю что сейчас здесь будет огромная тусовка и все побегут по кустам по своим нуждам это конечно грустно в турции например да вот надо брать вот пример что там любое такое место оборудовано раковинами водой и туалетами это конечно очень нужно но у нас к сожалению пока так для теста мангала нам естественно понадобится угольки но я уже кайфую от максимального удобства потому что пожарил убрал сложил и пошел но мангальчик виде чемодана да еще и стильного конечно это классно так ну вот почти поставили вот так вот у нас получилось осталось только колышки убить на всякий случай сейчас с этим не займемся знаете что сразу не хватает в этом мангальчике это такая какая-нибудь была бы небольшая кочерга которой можно было перемешивать угли а вот ее нету и нужно теперь найти какую-то палку а какой жара вот смотрите ручки вообще холодные то есть если вдруг нужно переставить мангальчик спокойно взял за ручки и перенес я думаю что многие также знают что такое мультитул я думаю что в путешествиях это очень важная вещь у меня вот такой 13 в одном здесь есть плоскогубцы кусачки есть какая-то ножовочка есть пила есть отвертки есть еще что-то вытаскивает кстати обратите внимание как все легко открывашки различные в общем для чего-то путешествиях явно пригодится кстати есть нож есть также ножницы блин прикольная вещь все вот эти штучки они с фиксацией то есть вот никуда они не деваются силы прям их дергают есть специальная кнопочка чикс нажал и сложил ну плоскогубцы прикольный конечно я хочу попробовать вот эту вот мини пилу смотрите так фиксируется достается тоже никуда она не денется пойдемте попробовать пильнуть ну прикольно или дерево конечно самое подходящее но тем не менее здесь аналогично потом нажал кнопочку и убрал существу мне кажется вот эта вещь путешествиях конечно классно все-таки родлайк они про путешествия поэтому все для путешествий чехол убрал и есть возможность там кремнию например пристегнуть и погнал в поход все темка уже погнал рыбачить давай тем смысл в том то что есть и не наловишь рыбу мы будем без ужина сегодня на улице такая жара и знаете что я думаю искупаться но судя по воде мне кажется если я туда нырну то когда вы нырну вы нырну уже карасем поэтому наверное сегодня воздержусь мирочка что у тебя за игрушка копчик это чайник сынок чай будем кипятить сейчас значит последний раз наверное я перемешаю жар просто лютейший и будем бросать мясо уже ставим решеточку ну красота же на самом деле вот эту отдых это самый лучший отдых но на таком отдыхе очень важно что настен комфорт горшок и горшок и его сейчас не хватает да вот про что я говорил чуть ранее что вот если бы сделали здесь общественный туалет это было бы просто обалденно но сожалению нет но давайте друзья мои чин-чин 1 мая сгоняли с настенкой за кроксами полный пакет кроксов потому что там очень жарко здесь прохладный ветерок дует на районе а там вообще жара так ну что же у нас самое основное то ради чего мы здесь все сегодня собрались так ну что же попробуем да я обдул какая красота мы тут ведь уже поляну накрыли мясо жарится рыба ловится ну вкуснота получается да выглядит конечно сверх аппетитно кстати вот пока жарю знаете какой еще плюс выявил у данного мангала что вот эти вот края посмотрите они не горячие но они имеют конечно температуру но руку вот можно положить и держать вот сюда ближе конечно уже горячего то но вот знаете вот там собачка подбежит прикоснется понюхать ничего не будет либо там ребенок то есть горячая поверхность это только вот это но опять-таки ручки остаются холодными так ну что же тот самый момент когда в принципе уже и все можно можно снимать какая красота ну вот клей закинул сейчас они прогорят и мы поставим еще два куска ребер а пока пойдем и есть у нас все разбрелись кто где будет кушать пацаны вон на своих тронах а мы шатре как здорово что мы вообще его взяли с собой давайте пробуйте как получил отдельные классные класс ну не знаю я понимаю приготовились классно которую партию будем запускать у нас с собой еще есть овощи которые тоже нужно будет приготовить но чуть позже сначала сделаем вторую партию мяса чайник кстати у нас и огромное количество посуды тоже от лайка думал я искупнусь в итоге мирошка искупнулся до мирошка понравилось нет мы решили в этот раз овощи не резать мелко а вот так прям пополам разрезать и все вторая партия готова теперь будем ставить овощи в этот раз у нас не хватило тары поэтому пакет все это дело перемешиваем под мясо а 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 и и и и Я даже не представляю, как можно с этого места вообще домой потом пойти вечером. Вот серьезно. Здесь бы можно было бы на машине заехать, я бы прям здесь бы упал бы и ночевал. Промежуточный результат овощей. Уже там все томится на медленном жаре. Красота. Уже не горячее, а уже это. А вот кабачки пока оставим, мы сейчас сюда остатки доложим. Как в лучших ресторанах Москвы. Представляете, я вот с этого места, вот я сел уже, не знаю, минуты, наверное, 40, да, я здесь сижу, и вообще не встаю. Мироша, не трогай. Парни уже себе хлеб жарят самостоятельно, спичками. У нас здесь овощи доходят уже, последняя партия. Люди подошли, спросили, какой у вас мангал удобный, говорит, какой классный. С чемоданчиком взял, вот здесь рядышком-то через дорогу. Ну вот я и встал, потому что чаечек подъехал. Дубль два, дубль два. Половинку маме награй. Вторая партия овощей готова у нас. Правда, это как надо трамбануть. Горячо. Офигеть. Это я не тебе, это Мирош. Мирош, не трогай горячо, аккуратно. Все. Парни купили себе такие палочки с маком и солью. Хлеба не хватило. Весь хлеб селетели. Они теперь солят и жарят. И очень вкусно получается. Не понимаю, что рецепт от нашей реди. Очень вкусно. Вам нужен рецепт? Скину в телеграмме, если нужно, напишите в комментариях. Дело к вечеру. На самом деле уже все подостыло. Сейчас попробую решетку помыть. Вот это все надо высыпать. Видите, как все удобно? Шикс снял, привели в порядок сам бокс. Теперь нужно вот это вот все, ну так, прочистить хоть немножко, да, чтобы уголь с собой не возить. И пошел. Ну что же, пора собираться. Опа. Все убрали. Можно выдвигаться. По ходу дела мы уйдем в одну ходку, что вообще очень удивительно. Мы все утрамбовали вообще на одну телегу. И по ходу у нас получится, да? Ну я не знаю, доедет ли она. Не, она доедет, доедет. Мусор. А важно. Давай. Важно. Забираем с собой свой мусор. Здесь есть контейнеры. Вообще лучше не оставляй, потому что они битком все вывалятся, никто не убирает, все в пруд. Собрали. И пошли. И пошли. Let's go. Все, двигаемся домой. Блин, прикиньте. Я, короче, не поснимал, я потерял свою сумку. Мы в итоге все разворачивали заново, а она была в шатре. А шатер на самом низу. Но меня все подержали. Говорит, ладно, окей, разворачиваем. Фух. Я ее нашел. Вообще, на самом деле, ничего необычного. Просто идем домой. Словно посетили турецкий рынок и двигаемся домой. Прикинь, как классно, реально. Ты вот вышел из лесу, дорогу перешел, попадаешь в районы. Нормально, да? Нормально. Если вы думаете, что тележку хотите, это просто ни хрена вне весы. Я даже не представляю, сколько. Я еле тащу. Просто какая-то жесть. Не, я не готов после какого-то веселья, праздника тащить вот этот груз. Вообще, друзья мои, остался последний штрих. Закинуть все в машину. Фух. Вон туда вот. Высоко в бокс. Давай.